Добрый вечер! Вы смотрите новости на канале ТТС, в студии Николай Седов. Меняется ли в Висагинсе власть? ИАЭС терпит убытки. Висагинс отмечает Масленицу. Об этих и других новостях прошедшей недели подробнее в нашем выпуске. Изменится ли кардинально в Висагинсе политическая ситуация? Напомним, что в Совет к Аденции 2011-2015 войдут две новые партии, а депутатский корпус обновится на две трети. Расклад же политических сил станет известен не раньше первого заседания Совета, нового созыва, которое уже назначено и состоится 14 апреля. В этот же день может решиться и главный вопрос, кто станет мэром. Пока, согласно народному волеизъявлению, больше всего шансов занять этот пост удали Штраупайте. Ущербом от закрытия Игнолинской АЭС может заняться прокуратура. Убытки из-за запаздывания работ по закрытию ИАЭС уже составляют миллион элитов. На стольплощадке хранилища для отработанного ядерного топлива Б-1 в январе прошлого года было выполнено только 11% строительных работ. Процесс двинулся с мертвой точки лишь после смены год назад руководства станции. В результате к январю 2011 года было выполнено уже 85% работ. Однако, согласно представленному подрядчикам Nokem Technologies графику, дата сдачи в эксплуатацию хранилища переносится им на январь 2012. Хотя в подписанном в мае 2009 года дополнение к договору о строительстве указан марк текущего. Только из-за опоздания этого проекта ИАЭС ежемесячно несет убытки в размере 2,5 млн. элитов, возникающие в связи с тем, что из реактора второго блока и из бассейнов выдержки блоков все еще не выгружено топливо. Строительство другого важного комплекса Б-234 также запаздывает на 34 месяца. По утверждению руководства ИАЭС, это стиль работы Nokem Technologies и не только в Литве. Сначала демпинг, затем удорожание работ за счет затягивания проектов. Да, наш генподрядчик, он всегда, к сожалению, занимался такой елдой, что он демпингировал цены, входил в рынок. Они так работают и в Болгарии, и в Словакии. Ну, в Чернобыле это такая история, что там аж волосы дымом стоят. До сих пор аналог Б-234, он там построен никому, и он не работает. В связи, но дорогое оборудование, оно там стоит. Это в 2 раза уже дороже. Сейчас он еще требует, что ему бы дали 1,5 миллионов евро за то, что он как-то согласился сделать так, чтобы это все заработало. Но я говорю, если, как сказать, позволить генподрядчику с собой так обращаться, так он так и обращается. Это совершенно ясно. Для анализа договоров АБ-1 и Б-234, составленных по английскому законодательству, ИАЭС наняла британскую юридическую фирму Тейлор Уэсинг, специалисты которой пришли к выводу, что представленные подрядчиком причины отставания являются юридически необоснованными. И ИАЭС будет требовать выполнения работ в согласованные сроки. В противном случае не исключается возможность обращения в прокуратуру. В 47 домах города плата за тепло была начислена не по счетчикам, а по нормам. Почему это произошло? Разбиралась наша корреспондент. Первыми тревогу забили жильцы дома номер 18 по аллее Сиду Линос. Их насторожили высокие счета за отопление в январе, хотя сильных морозов в этом месяце не было. Оказалось, что количество тепла, потребленное жителями дома, предприятие Висагина Энергия рассчитало по принятым в 2004 году нормам. Также жильцы выяснили, что причина вовремя не отправленной на госповерку приборы учета тепла, за состоянием которых присматривает предприятие Аксис Индастрис. Эта фирма обещала до 1 января, официальные есть документы, до 1 января выполнить госповерку всех этих счетчиков. И, соответственно, вопросов тогда бы не возникало. И они это свое обещание не выполнили. И до сих пор эти счетчики нам не переданы в эксплуатацию. И при приятии Висагина Энергия пришлось руководствоваться нормами. На основании правил применения этих методов 12-го пункта написано, что если счетчики временно не работают, то бишь нельзя ими пользоваться их показаниями, то считается расход тепла на каждый дом считается по нормам, которые установлена также комиссия по ценам. Жители дома номер 5 по аллее Столинос случайно узнали о том, что прибор учета тепла в их доме был снят в середине января. Установили его почти через месяц, 8 февраля. Расчет потребленного тепла по норме их также не устроил. Мы обратились в службу по защите правопотребителя в Вильнюсе и нам посоветовали официально написать два письма в самоуправление и в организацию государственного предприятия Висагина Энергия. И в частности там узнали о том, что приборы учета во время отопительного сезона снимать запрещено. А поскольку прибора учета тепла в их доме какое-то время не было, то и показания с него снять нельзя. Жители предложили свой вариант решения этой проблемы. Ну, хотели бы, чтобы пересчитали и, значит, разницу потом произвели взаимозачет какой-то в следующем месяце. А в Висагиной Энергии нас уверили, что просьбы жителей не останутся без ответа. Есть письмо, есть подписи людей, и мы будем этот вопрос решать. Если счетчик, который не госповеренный, мы проверим его по часовые показания, так называемую распечатку счетчика, и если там он работал без сбоев, то есть никаких там нарушений его работы нету, никто там ничего не сделал, то эти показания, они реальные, они фактические, и мы будем пересчитывать по этим показаниям на основании требований жителей. Пока рассмотрены жалобы жильцов лишь двух домов. Что предпринимут жители остальных, 45 покажет время. В четверг воспитанники Дома детского творчества отметили Масленицу народными гуляниями. Еще с древних времен на Старой Руси четверг Масляной недели называли «разгулом». Именно с этого дня прекращались хозяйственные работы, а празднования разворачивались вовсю ширь. Смысл разгульного четверга, как и всей Масленицы, выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми. Для детей, а также их родителей, был поставлен спектакль, в котором разбойники, вопреки желания малышей, хотели украсть чучело. Праздник не обошелся и без традиционных развлечений, перетягивания каната и борьбы подушками. Помериться с силами захотели многие, правда, не всем удавалось найти достойного соперника. Прощание зимой было проведено с традиционным сжиганием чучела Масленицы под общее ликование детей, после чего в здании Дома детского творчества участников ожидали угощения, сладости и блины и, конечно же, пыхтящий самовар с бархатным чаем. Народные гуляния продлятся до конца недели, которая завершится прощенным воскресеньем. В этот день принято просить прощения у родных и близких, а затем у православных начнется Великий Пост. И в завершении выпуска, как обычно, прогноз погоды. В выходные дни нас ждет потепление. В субботу минус 2, плюс 1, в воскресенье минус 7, минус 4. В понедельник же морозы усилятся, минус 12, минус 6. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.